С 1999 года в Барановичах в летний период Управление по труду, занятости и социальной защите населения организует занятость учащихся и студенческой молодежи в свободное от учебы время. Каждый год количество желающих трудиться в летний период растет и увеличивается соответственно финансирование. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома организует временную занятость учащихся в свободное от учебы время и на период летних каникул с 1999 года. Временная занятость учащихся организуется с целью приобщения молодежи к общественно полезному труду и улучшению материального благосостояния. Что хочется отметить, что ежегодно растет как количество участвующих детей, так и сумма финансирования данного направления работы. Если в 2015 году в работах по временной занятости приняло участие 444 человека, в 2016-м 534, в этом году планируется охватить временной занятостью 600 учащихся. В 2015 году на выплату заработной платы молодежи ушло в общей сложности 100 тысяч динаминированных рублей. В 2016 году уже 145, в этом году планируется потратить более 180 тысяч рублей. Активную работу по организации летней занятости для своих учащихся ведет лицей строителей. В первую очередь трудоустраиваются дети, состоящие на различных видах профилактического учета или признанные находящимися в социально опасном положении. Это в первую очередь, конечно, и лагерь труда и отдыха, и физкультурно-оздоровительный лагерь, и ремонтная бригада, которая ежегодно работает при содействии фонда центра занятости, и волонтерские отряды, и отряд профориентационный. И я хочу сказать, что все эти формы занятости направлены на то, чтобы действительно молодым людям было интересно, и всегда было чем похвастаться и гордиться, так скажем, своим вкладом в какую-то общественную и семейную жизнь. Преимущественным правом на организацию и на участие именно в этих работах пользуются дети из малообеспеченных семей, состоящие на учете ВДН, которые находятся в социально опасном положении, многодетных из многодетных семей, то есть все категории детей, которые считаются социально уязвимыми. В таких работах в основном принимает участие более 90% такой категории детей. Что хочется сказать по поводу оплаты. Оплата идет в зависимости от часовой тарифной ставки. Есть две категории детей – от 14 до 16 лет и от 16 до 18. Для детей возрасте от 14 до 16 лет часовая тарифная ставка составляет 2 рубля 75 копеек. Для детей возрасте от 16 до 18 лет часовая тарифная ставка составляет 1 рубль 80 копеек. Но в принципе они все равно получают приблизительно одинаковое количество заработную плату, потому что дети возрасте от 14 до 16 лет работают 4 часа 36 минут, более старшие дети работают 7 часов. Преимущества в трудоустройстве имеют и учащиеся из малообеспеченных семей, дети-сироты. Все это помогает ребятам с пользой проводить свободное от учебы время приобщаться к общественному труду. Хочу сказать, что ремонтная бригада, которая работает при содействии с центром занятости, это, пожалуй, самый сегодня престижный вид деятельности организованной, в который вовлечены наши учащиеся. Потому что здесь государство обеспечивает достаточно, я считаю, приемлемый уровень оплаты их труда. Почему? Потому что работают они на территории своего учебного заведения, выполняют те виды работ, с которыми они вполне хорошо знакомы. Это, в первую очередь, строительные виды работ, покрасочные, штукатурка, укладка плит, укладка ламината. Это различные какие-то работы по очистке мусора, мойке. Конечно, выходят на благоустройство территории лицея. Это, конечно, и наши газоны, и наши стадионы. И, конечно, благодаря всем этим видам деятельности, лицей полноценно готовится к новому учебному году. И мы, пожалуй, убиваем сразу двух зайцев. В первую очередь, формируем трудовую культуру наших учащихся. И, конечно, работаем по профилактике какого-то социального и противоправного поведения. Благодаря сотрудничеству с Управлением по труду, занятости и социальной защите в лицее ежегодно создается ремонтная бригада. В этом году выделено финансирование на оплату труда 75 участникам ремонтной бригады. А ее деятельность рассчитана на 106 рабочих дней. Поэтому в лицее предусмотрена организация пяти отрядов с мая по сентябрь. Каждый находит себе здесь дело по душе. Стремилась, потому что то, что оплатят, конечно, пойдет на меня, то, что я сама заработала. Мне очень нравится то, что я работаю здесь, улучшаю лицей свой для поступления дальнейших учащихся. Получается, я крашу. Сейчас спортзал начали красить. Красили заборы. Деньги я потрачу, например, на семью. Кому подарок сделаю, кому себе одежду, например, куплю. В лицее строителей учащихся есть возможность не только подработать, но и приобрести первые практические навыки работы по своей специальности. Оксана Боричевская, учащаяся второго курса будущих штукатур, облицовщик-плиточник, рада, что может проверить свои способности и укрепить семейный бюджет. Я учусь по специальности штукатур, маляр, плиточник, облицовщик. Мне это нравится, мне это интересно. Дома могу помогать, где-то сама что-то. У меня дома делала сама ремонт, тоже там заспуклевывала дырки. Это как бы и полезно, высокооплачиваемо. Везде понадобится и дома, и на работе. Можно тоже самое куда-нибудь в другой город съездить, устроиться. Практика, отработка у нас идет оплачиваемо. Ну, как бы насчет этого жалоб нету. Можно при этом что-то купить себе, где-то помочь родителям. Ну, и так как у меня есть брат, можно ему что-нибудь купить, там маме помочь. Мне это все очень нравится. Тут и весело, никогда не скучаешь, всегда есть какая-то работа. Нет, вообще просто сейчас замечательно. Ежегодно лагерь труда и отдыха организуется в пятой гимназии. У каждого, кто был сюда принят, свои цели. Но одна прослеживается у всех – облагородить территорию гимназии и оставить свой положительный след. И без привлечения, можно сказать, подросткам это удается. Ежегодно на базе нашей гимназии работает лагерь труда и отдыха «Юность», где ребята получают уникальную возможность не только потрудиться, пообщаться, приобщиться к социально полезному труду, но также заработать собственные деньги. В этом году в нашем лагере работает 25 ребят, которые занимаются озеленением территории, уборкой, ну и другими общественно полезными работами. Каждый школьник, гимназист, лицеист уже решил, на что потратить заработанные деньги. Купить новый велосипед, телефон или сделать подарки родителям. Юноши и девушки уверены, что этот опыт обязательно пригодится им во взрослой жизни.